Привет, Интернет! С вами Андрей из Австралии. И сегодня мы поговорим про шок. Австралия, оказывается, развивается хуже, чем даже Украина. Есть такая таблица, сложность экономики. Так вот, Австралия оказалась, если не ошибаюсь, на уровне с всякими Никарагуа, какими-то африканскими странами и так далее. В чем проблема? Проблема состоит в том, что Австралия, она ресурсодобывающая экономика. То есть, практически, процентов 80 экономики, денег, налогов идет от ресурсов. Так же, как и в России. Но, помимо этого, она практически ничего не производит. То есть, у нее больше все развито, как бы, в сторону сервиса. То есть, есть, как бы, ритейл, да, есть сервисы. Код Австралия, она именно в сервисах. То есть, они производят какой-нибудь софт, допустим. Они очень развивают, допустим, бизнес. Рестораны, парикмахерские, аккаунтенты, то есть, бухгалтеры там и так далее. Ну, то есть, такие мини-бизнесы, сервисы именно, то есть, электрики. Все вот такое вот здесь очень-очень развито. Продажи падают. То есть, сейчас кризис с домами, да. И это потянуло за собой, так же, продажи машин. То есть, насколько я слышал, продажи машин, они упали процентов на 30. Соответственно, если брать какие-то магазины, там с одеждой и так далее, там тоже продажи упали. Все просто потому, что если вы выплачете мега-громенный кредит, чисто проценты, то это одно. А если к этим чисто процентам еще тело кредита добавляется, то это уже совсем другое. И вы уже начинаете думать, что, наверное, покупка машины будет откладываться. Или покупка одежды можно подождать до следующего месяца. Да. Ну, логично. В принципе, вы все так, наверное, живете, да. То есть, сервис, в принципе, развивается нормально, а вот все остальное не очень. Также под сервисом понимается тот же обучение. То есть, это как бы одна из основных отраслей, которая приносит Австралии деньги. То есть, если вы приедете в Австралию, в Сины, то на остановке метро у вас, первое, это будет получите кредит, ну, объявление, да, в метро. Получите кредит, там, под какой-то процент. Второе, купите дом, причем эта реклама будет, скорее всего, на китайском. И третье, на китайском, а поступайте в какой-нибудь австралийский университет. А вот, это такие вот основные вещи, на которых держится сейчас Австралия. Ну, и еще есть медицина. Медицина, то есть, предполагается, что на госпиталях и на Эдж-Кере эта индустрия будет расти очень хорошо, лучше всех. Вот, и в Австралии в последнее время строится очень много госпиталей. На скидку, по-моему, в год гости. И дальше уже не помню, честно говоря, давно было, когда интересовался этой темой. Но если построился госпиталь, то там уже, грубо говоря, плюс 25 тысяч рабочих мест или около того, может быть. То есть, это очень хорошая индустрия, которая очень хорошо развивается. Ну, что же производство? Производство не развивается просто потому, что рабочая сила стоит слишком дорого в Австралии. И все стараются как-то сэкономить. То есть, если брать тех же фермеров, то австралийские фермеры, наверное, одни из самых продвинутых в мире. Ну, если не считать, наверное, голландских. По поводу того, как оптимизировать процессы, как выращивать с минимумом вложения денег. То есть, они используют тракторы, роботы, которые автоматически все делают. Не используют байкпекеров, которым не платят деньги. Короче, много вещей. Законят землю, проверяют на присутствие дюнгера. Я уже забыл, как назвать. То есть, с помощью дронов распыляют удобрения. С помощью дронов проверяют что-то, роботами убирают. Ну, это понятное дело, не все фермеры, но, тем не менее, роботами убирают сорняки. То есть, много-много автоматических вещей, автоматизированные именно в Австралии были. Потому что стоимость рабочих слишком, слишком большая. В одном из своих видео я говорил про компанию Fastbricks, которая скоро будет выпускать, скорее всего, робота, который будет строить дома. Соответственно, уберут вот этих вот каменщиков, которые слишком дорогие. В принципе, это не самая дорогая вещь в доме, но, тем не менее, то есть, по-моему, если не ошибаюсь, построить дом стоит что-то около 30 тысяч, по-моему, в плане работы. В смысле, чисто за кирпичи, я не говорю про электрику, я не говорю про все стены трубы и так далее. Чисто развести стены. Вот. То есть, вот такие вот цены. Представьте, эти 30 тысяч уменьшатся на 20. У вас стали 10 тысяч. Уже какая-то экономия. Вот и получается, что Австралия, в принципе, ничего не производит, кроме руды, домов и каких-то сервисов. Учеба, что ли. Вот и все. Вот и получается, что австралийская экономика очень-очень зависит от этого. То так как, если взять украинскую или российскую, хоть вы будете возражать, но они гораздо более диверсифицированы. И в случае чего, если что-то упадет, то что-то поднимется. Вот. Так что не плачемся. Вы живете в развивающихся странах. А страны Запада, они уже развелись и все. Теперь идет либо стагнация, либо плато. Вот и все. Скоро вы будете миллионерами по сравнению с нами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписываемся, ставьте колокольчик. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok